Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас вновь на моем канале. Сегодня сделала такую перчесочку, сделала кудри. Только зачем, я сама не понимаю. Потому что, когда я сижу и снимаю мукбанг, все равно видно вот так вот. Нифига вот эту красоту не видно, поэтому зачем я ее делаю, непонятно. Вот у меня просто говорящая голова. А сегодня мукбанг будет с KFC. Я придумала кое-что интересное, что я не ела у них в меню. Вчера, нет, вру позавчера, Шелли заказала себе боксмастер, по-моему, называется. Вот, я тоже решила взять. Сейчас вам покажу. Уже, кстати, привезли. Вот такой вот огромный боксмастер. Мы когда с Шелли сидели в KFC, она заказала себе. Просто в тот момент я не была голодная, поэтому решила не брать. Вот такая вот вкуснятина. Здесь обычная кола и картошка фрик. Ну, все, готово. Приступаю к съемкам видео. Правда, немного стол какой-то бедный получился, но я просто сильно нажраться не хочу. Не такая уж прям голодная. Девочки, кто помнит вот такие блески? Это блеск моего детства. Мне было 11-12 лет, и мы с одноклассницами бежали и покупали такие блески. Я помню, что был такой виноградный. Обожала этот аромат. У меня было 3-4 штуки, вот остался только один. Настолько для меня, знаете, это память, что я даже его экономлю. Это от флёр. До сих пор пользуюсь. Не поменял ни запах, ни вкус. Очень нравится. Если у вас тоже был такой блеск, напишите в комментариях. Уже сняла и смонтировала видео, даже опубликовала, читаю комментарии. И здесь просто все единогласно против Дома-2, против этого разврата. И у меня даже никогда такого не было, чтобы в комментариях все единогласно считали, что Дом-2 это прям дно. Но я могу сказать так, почему я любила этот проект, могу объяснить. Я очень люблю, когда контента много. Мне часто мои родственники, знакомые говорят, что, Айка, ты снимаешь слишком много видео. И как бы зритель не успевает соскучиться по мне. И у меня на видео вроде бы немного просмотров по 40, по 50 тысяч. А если я буду в неделю выпускать, например, 2 видео, то на каждом будет там по 70, по 80 тысяч просмотров. И с одной стороны, я бы вроде согласна, но, во-первых, я люблю, когда много контента. Поэтому как раз-таки я всегда смотрела Дом-2. Там был не просто Дом-2, еще был ССЛ, там был Город любви, Бордина против Бузовой, вечерний эфир, дневной. И, в общем, это была куча времени, который я могу посвятить и посмотреть. Я не из тех зрителей, которые любят ждать. Например, нужно в неделю 2 дня просто сидеть и ждать выпуск. Я такой не люблю, я такие передачи не смотрю. Мне вот обязательно нужно изобилие контента, который как раз-таки я создаю и на своем канале. Обязательно, кстати, пишите в комментариях, мне реально интересно ваше мнение. Как вы думаете, интерес появляется у зрителей, если контента бывает мало и успевает ли он скучать? Или, например, вы не любите, когда вас заставляют ждать? И любите, когда, например, много контента, и вы вправе выбирать, что вам смотреть? Решила немного прибраться в комнате. Начала пылесосить. Пылесос я купила недавно. Можно сказать, где-то полтора или даже два месяца назад. Стоил он недорого, но, если честно, не оправдал наших ожиданий. Надо было сразу взять хороший, дорогой, мощный пылесос какой-нибудь от Bosch. Но я решила сэкономить, как всегда, и вот опять обожглась. Мне бы очень хотелось сделать перестановку в комнате, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Время от времени я всегда люблю что-то менять в плане интерьера, в плане перестановки. Раньше, когда мы жили в большом частном доме, у меня была комната, я всегда где-то раз в полгода или хотя бы в год обязательно делала перестановку. Но, к сожалению, в данном случае здесь вся мебель сделана на заказ, и я ее поменять местами никаким образом не могу. Здесь даже есть на полках выемки для розеток, поэтому поменять это все дело просто нереально. Навела тут небольшой порядочек, вытерла полочки, здесь у меня ароматы, немного ухода. Сюда разместила свою кнопочку, вытерла. В прошлый раз в Инстаграме вам показывала, что Твикс нечаянно уронил, и вот здесь есть небольшая вмятина, хотя вам ее не очень видно. И предпоследняя полочка, здесь у меня две косметички, тут всякие масочки, там средства для умывания, все дела от Greenway, вот эти вот. Дальше здесь украшения, вот такая шкатулка, которую я организовала сама. Это просто была упаковка от Хурма Баку, очень вкусные сухофрукты. Вот, и классный такой органайзер получился. И здесь у меня несколько сумок, которые я очень редко ношу. Ура, уже порядок. Я люблю, когда в комнате порядок, прям веет чистотой. Хочется вот так вот сидеть, смотреть налево, потом направо и делать так вау. Вот, но порядок сам делать и соблюдать его я не очень люблю. Только что заказала себе мидии, жду. И не только их, я еще взяла роллы, потому что боюсь, что не понравятся мне. Я пробовала маленькие мидии, а это вот совсем большие, то, что с зеленой крышкой. Ну, по-моему, так они называются. Не знаю, не очень разбираюсь, но будем пробовать и дегустировать. И, конечно же, буду снимать для вас видео. Бук-бук! Ну, а как же без этого? А еще я помню, что в видео во влоге, где я как раз-таки рисовала, было куча просто положительных комментариев. Я решила возобновить эту рубрику. Почему нет? У меня есть идея касательно разворота 14 февраля. Я думаю, что вам понравится. Я прям одубела на улице снег, который моментально тает. Очень холодно на улице. Я заказала мидии и суши. И, к сожалению, неправильно сказала адрес. То есть я сказала супермаркет неправильно. Вот, и поэтому мы никак не могли с курьером друг друга найти. А еще кое-кто учуял запах вкусных роллов. И сразу такой, знаете, подлиза. Сейчас вам покажу, что я заказала. Это не та доставка, где я обычно заказываю. Потому что у Япоши и у Джапенс у них нету мидии. Поэтому пришлось заказать в другой доставке. Распаковочка. Здесь мидии. Они просто огромные. Еще здесь кусочки лимона. А здесь наши роллы. Они с огурцом и с лососем. Или как правильно. В общем, Калифорния, Филадельфия. Буду сейчас сидеть и снимать для вас видео. Пробовать. Я уже забыла вкус вот этих разных доставок. В принципе, неплохо. Мне все нравится. Устраивает. Ну что за красота. Ну что за жизнь. У меня прям рот весь в слюнках. Я прям голодная. Жесть. Надеюсь, что все съем. И напиток у нас такой капи. Он у нас с апельсином. Апельсином. Обожаю. В прошлый раз, когда я рисовала на камеру и показывала вам свой скетчбук, покупала его. Вам это видео очень понравилось. Было много положительных комментариев. Я решила время от времени, когда я буду рисовать, просто рядом ставить камеру. Это очень удобно. Я даже не замечаю, что там есть камера. То есть, мне очень комфортно рисовать. Я решила оформить разворот на тему 14 февраля. Решила выбрать какую-то мультяшную пару, которая ближе всего мне по духу. Это, конечно же, восточная любовь. Аладдин со своей чувихой. Правда, чувиха у меня получилась какая-то кривая, но не суть. Мне кажется, неплохо так. На первый раз. И такой вот красивый коврик, который порхает. И они вдвоем. Дальше здесь будет надпись касательно моих отношений с моим любимым. Даты символические. 21 сентября это день, когда мы встретились в первый раз на дне рождения. Рыбы. Это он у нас рыбы. Я стрелец. И вот так вот разукрашиваю все это дело. Я люблю, когда ярко все разукрашено. Вот черно-белые вот эти картинки. Это совсем не мое. Я люблю, когда ярко. Вот разукрасила карандашом, а потом, если честно, подумала, что это можно было бы сделать и фломастерами. Но если бы я это сделала фломастерами, надпись, возможно, было бы не видно. Вот так вот пальчиком я пытаюсь растушевать. Мне хотелось, чтобы было такое легкое омбре. То есть края потемнее были. Внутри, где надпись, почти не было карандаша. И обвожу все это дело толстой гелевой ручкой по контуру. Так изображение кажется еще ярче. И приступаю к разукрашиванию уже непосредственно Алладина, так скажем. Я вообще изначально делаю наброски карандашом. Это обязательно. Сразу ручкой я не рисую. Просто вам карандаш не очень хорошо виден. Потом я ластиком стираю. Вот так вот аккуратненько. И прохожусь уже гелевой ручкой. То есть уже основа, такой скелет у меня есть. Разукрашиваю волосы. Мне кажется, получилось красиво. Я кожу их буду делать такую, знаете, копченые они у меня. Я вообще люблю рисовать именно мультяшек. Пробовала несколько раз рисовать и пейзажи, и натюрморты всякие. Вообще рисовать всегда любила. В детстве очень хотела стать художницей. Но мне всегда мама говорила, что это неоплачиваемая профессия. Хотя сейчас, мне кажется, если ты хороший специалист этого дела, то ты можешь зарабатывать и на любимом деле. Почему нет? Но мне всегда, всю жизнь хотелось как-то творчески выражаться. Вот это всегда во мне было. Дальше мы рисуем слоника, который мне очень понравился. То, что получилось. Я просто была в восторге. Мне хотелось его сделать максимально добрым. Какой-то такой взгляд открытый. И как раз-таки такой он у меня и получился. И такой мимишный хвост. Румяные щечки. И сам он у нас будет голубой. Не то, что он голубой. Цвета голубого будет. Мне кажется, от этого слоника прям веет добротой. Именно поэтому я люблю мультяшки. Здесь я перепутала оттенок. Я сначала хотела взять красный, а потом обнаружила, что это коричневый. Он у нас не в воздухе. И дальше я рисую. Что я рисую? Сердечко. Это Валентинка. 14 число. Аккуратно все это дело разукрашиваем. Эту, кстати, идею я присмотрела у одной девочки-блогера. Мне очень понравилось. Я думаю, вот это идея. Вот это. Да, она делала Валентинки своими руками. Здесь тоже, как вы уже поняли, будет надпись. Обводим гелевую ручку. Она вообще офигенная. Она очень такая, знаете, толстая. Как раз то, что надо. Надо еще пару таких ручек купить. Я вообще в детстве обожала гелевые ручки. Я мечтала иметь просто набор. Я не знаю, тогда так дорого стоили гелевые ручки. Или мы жили очень бедно. Но я мечтала просто о наборе гелевых ручек. Сейчас я захожу в магазин и понимаю, что это все стоит копейки. И мне становится меня жалко. Дальше здесь Ровшан плюс Айнур. Да, меня зовут Айнур. И это сколько мы вместе? Полтора года мы уже вместе. Это делает 510 дней. 72 недели. Надо было еще в минутах посчитать. 2019 год. Это наш год. Мы всегда так говорим. Не знаю, как вам, но мне очень-очень нравится, как получилось. Я планировала сделать разворот. То есть здесь тоже нарисовать что-то. Но проблема в том, что, помните, я здесь оформляла. А уже с этой стороны не порисуешь. Поэтому я решила только вот один лист оформлять. Потом здесь буду пропускать. Дальше опять рисовать. В общем, я в восторге. Мне очень нравится. Как вы поняли, этот разворот посвящен 14 февраля. Дню всех влюбленных. И моим отношениям здесь день, когда мы встретились. Рыбы-стрелец. Ровшан Айнур. Та-на-на-най. Ну вы поняли. В общем, если нравится, пишите в комментариях. Я и дальше во влогах буду вам показывать, как я рисую. Это Аладдин и его чуриха. Правда, не совсем понятно. Немножко получилось. Девушка какая-то, такая, знаете, годка с черными губами получилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова